Очередная посылка с OLX и это у нас легендарный припой POST-61. Как утверждал продавец, это советский, то есть не новодел, а еще с тех времен советских. У него в загашниках он был. И по идее здесь у нас должно быть 30 метров. Ну, не знаю. Я так думаю, что от фонаря продавец оторвал такую косынку и дал. Сколько здесь сантиметров? Сейчас это заменим. 40 есть, в основном 38. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, я думаю, что нет здесь никаких 30 метров. Это продавец так. На глаз мне оторвал и продал. Ну, да ладно, хрен с ним. Сейчас зависим для прикола, сколько он весит. Я взял себе POST-61, а взял легендарный себе POST-61, что многие техноблогеры, ну, которые занимаются ремонтом и пайкой, топят именно за POST-61. Рассказывают, что лучше припоя, чем POST-61 для радиоэлектроники, для ремонта, сборки, пайки и все остальное не существует. Самый лучший припой. Ну, и мне захотелось тоже купить себе POST-61. В детстве у бате был POST-61, там чуть-чуть, который использовался для элитной электроники. В основном же я там паял POST-SU, все остальное. Я в видосе про припой, там, канифоль и все остальное. Кто не видел, вот сейчас ссылочка здесь вот всплывет, перейдите, посмотрите. Я рассказывал про POST-SU и как я им паял. Так вот, решил себе приобрести POST-61, но, как оказалось, приобрести POST-61 это проблемно, потому что, во-первых, настоящий POST-61 это или остатки советского, или новодел, который делается в России. В Украине у нас POST-61 не делается. И многие продаваны выдают китайский припой, там, какой-то, тугоплавки за POST-61. Они пишут, вот, POST-61. И я чуть уже не купил в одной мадам, в мадам с Харькова, у нее там на проме есть свой магазин радиоэлектроники, на виду запчастей. Но она, честно призналась, когда я позвонил и спросил, вот POST-61 у вас есть миллиметровый, а у нее там по 80 ливен фасолка, дешевле не продается, там, как бы у нее там по или 4 гривны, 3 метра. Ну, упаковочка 80 ливен стоит. И она мне сказала, что, ну, вы же смотрите, это же не настоящий пуст, так китайский какой-то фуфло, тугоплавка. И у меня, в основном, покупают ее мелкие барыги, типа оптом. Я в розницу как бы им не торгуем. Я говорю, а, Алю, спасибо, понял, нет. Мне, говорю, нужен POST-61. На Уликсе есть POST-61 советский, и, возможно, и новодельный, который сейчас делают, но он, сука, продается от килограмма. То есть, самая малая распасовка, это килограмм. Килограмм там начинает стоить, там, от 350 и 400 и дальше. Нахрена мне, сука, килограмм припоя? Что я им буду делать? У меня нет домашнего производства телевизоров, где я это могу все потратить. Мне нужно, там, грамм 100-200, не больше. Нет, сука, только по килограмму. Один мужик там продает килограмм 700, вообще видел, за полторы штуки. Вообще охренел или что? Так вот, лазил я, лазя, лазил и наткнулся вот на такое 0,5 миллиметров. Якобы должен быть толщиной, без плюса. Без нифига, по 4 рубля метр мужик продавал. Я заказал 30 метров, ну и видите, что он мне прислал. Какую-то обрезанную косичку. Давайте замерим, сколько миллиметров толщина. Мой блатной штангенциркуль. Как видите, батарейку нормальную еще не купил, чтобы пошел в магаз, а в магазе таких батареек нету, которые мне нужны были. Ну и как бы с этой толстой можно использовать нормально. Итак, опача, мужик намахал конкретно. Давайте вот поставим на 0, на 0 я сказал. И смотрите, опа, 0,3 миллиметра. Я же говорю, что для 0,5 вообще какая-то очень тонкая. 0,3, давайте этот померяем. 0,3 миллиметра. Вот мужик, сука, намахал. Да. Ну и 30 метров тут тоже стопудово нет. То, что, ну, 30 сантиметров, ну сколько их тут, ну штук, может, 50. Давайте взвесим, сколько это все весит. А пока достаю весы, попутно расскажу все-таки про все эти приколы. Так вот, по килограмму продают, цена конская. Кто продает там по метру, тоже цена конская. Там метр по 10 ливен продает, там один чувак я видел. Потом наткнулся на этого чувака, который метр продает по 4, миллиметровый. Но я смотрю, упаковочка как в этой вот мадам, которую я перед этим спрашивал. И для интереса думаю, а ну-ка, думаю, что он мне ответит. Напишет, что это настоящий советский или Китай. Написал же ему, говорю, Китай или советский. Не-не-не, Китай, говорю, не Пегасия. Еще честно отвечает. Так вот, можно наткнуться в розницу на Китай. Это, кстати, мадам, у которой я спрашивал про припой, что говорила, что это Китай на рассказал. У меня вот есть хороший, типа, польский, немецкий. Вот тогда вот такой вопрос возникает. А нахрена вы, блин, тогда пишите, что это пост 61, если это китайское говно. По 61, это 61,9% олова и 48,2% свинца. Нахрена вы вот китайские эти, приравниваете к постам? У китайцев там совсем другие пропорции. Так, включаем и взвешиваем. Да, и все, но все, 50 грамм. Не густо, не густо. И я уже так думаю, что лоханулся я с мороженым, потому что вот этот мне обошелся в 120 гривен, 50 грамм. А там продают пусть даже по 400 гривен килограмм. И мне вышло бы дешевле купить килограмм. То, что здесь получается. 2400 килограмм, короче. Лоханул меня по полной. Мужик с этим оловом. По 61, купил, блин, нафиг. Лучше бы купил себе килограмм. Ну да ладно, хрен с ним. Будем паять по 61, при том еще и 0,3 миллиметра. 0,5. Как он там писал. Короче, барыга какой-то стрёмный. Лучше ничего не убрать не буду. Еще и намахивает. Да, на Оликс еще находил там какую-то мадам. Ну якобы ник мадама. Там запросто чувак может за ником мадам сидеть. Там фотка такая размытая. Катушек 10 всяких. Там и Киана, там и Механикс. И там под 61, и под 63. И под 61 я не рассмотрел. Какой величины диаметр. Написал ее. А есть миллиметровый под 61? Она, да, есть. А катушка, сколько грамм катушки и почем? Она говорит, 100 грамм катушки, 350 гривен. Катушка такой, эээ, чё, думаю, не, чё, это как-то дороговато. Но в моем-то случае дешевле получилось. У меня 100 грамм получается 240, но здесь 0,3 миллиметра, а там миллиметровый. В принципе, можно, конечно, скручивать, чтобы она была потолще. Вот, косичка. Вот так вот. Но такая вот фигня. Так что продешевел я. Но я не знал, сколько весит. Вот, например, 30 метров будет сколько весить. Если бы я знал, что это все на все 50 грамм, то я бы, конечно, наверное, за 350 гривен заказал бы себе килограмм. Почему бы нет? Чё бы я с ним делал, я не знаю. Но, наверное, бы заказал бы. На этом, в принципе, как бы все. Вот так вот разводят на УЛХ и Анденмиксе. Барахолка еще та с жуликами. Так что вот так вот на УЛХ покупать. Кому понравился видос и как я лоханулся на УЛХ, вернее, меня лоханули на УЛХ, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. И не забудьте нажать на колокольчик. Хотя хрен с этим колокольчиком, не забудьте нажать на лайк.